Всем доброго времени суток. Приветствую вас на канале Корсарыч. Продолжаем играть в эту пиратскую игрушку. И так, на чем мы остановились? А вот на чем. Значит опять надо кого-то где-то убивать, куда-то там идти. Давайте посмотрим в каком стойный кораблик. Значит надо подкупить немножко штук 70 кнепелей и до предела вот этих самых бомб. Деньги позволяют, вот где там деньги, сейчас увидим. Кроме магазина, еще там 46 тысяч. И так примерно 50 кнепелей. Это вот последняя база, которую вы захватили. Ну 60, например. Так, и бомбы. Бомбы, их мало не бывает. Видите сколько? 600 бомбы. Это более чем достаточно. И так, смотрим кто нас там ожидает и куда это бежать. Так, увеличим масштаб. Вот где мы. Так, два двухпалубных, но это видимо второй ранг. Два линкора, это два бановара и два фрегата. Это уже шесть кораблей. Ну вот ребята, вас-то мне и не хватало. Где вы там первые рейты? Поехали. Так. Второй ранг. Замечательно. Какие же вы вкусные. То есть, в том плане опыт дает. Опыт. Нам сейчас что нужно? Нам нужно как можно быстрее набрать вот эти навыки. И пройти, конечно, вот эту вот сюжетную линию, потому что в этой игре еще есть так. Увеличиваем скорость. Пусть они за нами погоняются. В этой игре есть еще и такие интересные вещи. Значит, азартный игрок мы увидели. А что именно исследование вот этого мира в открытом, ну как, в открытом море или в открытом мире? Тут масса всего. И клады. Так, никуда мы не уедем, пока я рассказываю. И клады какие-то. То есть, какие клады? Там вот карта сокровища. И чертежи кораблей. Какие-то может доставать. Примерно, как в Ассасе, тут четвертый там, черный флаг. И, значит, какие-то брошенные корабли. И что-то там еще такое. И какие-то кораблики. То есть, еще есть и вот эта часть игры. Какие-то там скрытые города. То есть, много-много всего интересного и вкусного. Так. И что мы делаем? Мы оставим кораблик и начинаем вот углубиться над этими ребятами. Так. Вот я мышку-штурочек поворачиваю. Так. Чтобы именно по ходу ему вот эти бомбы зафигачить. Так. Вот это, скорее всего, идет фрегат. Потому что они быстрее, чем второго класса корабли. Ну, как говорится, чем больше фрегат, тем больше он достается. Так. Убегаю. Вот. Что-то он там пищит. Так. Я опять включаю скорение времени. Почему? Да. Чего-то это видео затеет. Корабли класса океана. Корабли класса буль-буль. Ну, это, опять я говорю, это то, что нам позволили разработчики. Имейте в виду, что это не то, что прямо вот. Тут такие все игроки, все, нифига. Захотели бы они тут, написали бы коды, и все, и до свидания. Сейчас была бы не игра, а головоломка. Там форум был бы, как у Льва Толстого, «Война и мир», там, трехтомник. Как вообще с этим бороться, вот как, так, как по Корсарам, ГПК примерно. Там стоп, все, понаписываешь, что пока не прочитаешь, играть не будешь. Там кто-то у меня слепое прохождение. Ну, ну. Приходите вот в старую игрушку Корсара ГПК и покажите, как вы слепую, не прочитав ни одного форума, там, нафигачите. Интересно было посмотреть такое прохождение. Очень интересно. Вот такая вот история. Так. Ну, вот тут, поскольку скорость большая, я обычно клавиатурой управляю, а тут вот я буду вот мышкой щелкать по этой мордирке. Так. И ловить вот этот кораблик. Так. И еще раз говорю, обратите внимание, вот многие говорят, я там пойду там играть, там, ПВП с игроками, вот эта непись. Вы знаете, она не такая глупая, эта непись. Вы посмотрите зачастую, как организованы бои, как организованы эскадры, А вы эскадры собираете, вот я там соберу эскадру, пойду там кого-то там бить. А они тут, в общем-то, подобные кораблики и не так плохо в этой эскадре. У каждого корабля своя задача. Вот быстрые корабли, да, типа Бановаров, у них какая задача? А задача такая, догнать, если я не один. Они же не знают эскадры, а пришел. Нет. Этот бой, когда его моделировали, разработчики как-то делали, да, неизвестно, чего вы придете. На шхуне там или у вас там будет три первоклассника там первого ранга. Вот эти Мановары, это вот как раз они работают по принципу борт-а-борт. То есть их задача какая? Их задача догнать, связать боем. Пусть они погибнут, но они нанесут урон. Какой урон? А фиг его знает. Может они вам команду выбьют? Может паруса срежут? Чем они заряжут? Никто не знает. Может у них там ядра вот эти двойные? Может бомбы? Вот еще один. Значит, как они вас будут развивать? Вы не знаете. А потом подойдет вот этот рейд. Первый там рейд, второй рейд. И все. И весь бой всей вашей эскадре будет крутиться. Как уши на раскаленной сковородке. Понимаете? Поэтому тут много мозгов вложено. Ведь люди, которые делают эту игру, они это не просто эти бои делают. Наверняка какие-то читают книги, документы. Анализируют какие-то бои, которые были в реальность. Какие-то битвы там. Трафальгарские, одессаки. Смотрите сами в Википедии. Вот. То есть анализируют эти битвы. Для чего? Чтобы нам было интересно играть. И чтобы, в общем-то, это был бой, похожий на бой. Они просто вот идут там за мной и говорят, ой, я какой-то. Вот я их избортирую, да. Фиг-то. Вон я уже в Красный Сектор зафигачился. Видите, у меня шхутка-то 41 градусов. Она какая? Она у меня шустрая, да. Что я делаю? А вот я развернулся по ветру. Да. Почему? По ветру. Я не буду ждать тут что-то, бой какой-то устраивать. А нафига мне рисковать? Они все равно пойдут за мной. Никуда они не денутся. Я буду играть именно так и навязывать тот бой, который мне выгодный. Не который вот там им. Да, еще. Вот эти доски, которые там, вы их не собирайте. Там ничего нет. Просто нет. Пробовал я все это там, ну там что-то. Мешок с сахаром, там еще какая-то фигня. Видите, какая история. Стоит оно того? Да нет, оно этого не стоит. Вот. Чтобы там что-то крутиться, там прочее 5-10. Это вам не Корсары ГПК, когда мы там караваны грабим. И не Корсары онлайн, когда вот мы там били там флоты восьмерки, там двенашки. Там эти флоты там в драку. Кто пересхватит? Вот там да, там лут. А здесь какой-то лут. Здесь лута нет. Здесь донат. Хотите вот донат, хотите не донат. Видите, что здесь происходит? Да вот таким вот образом. Вот вам и шхуны. Пес войны. Пес войны, это мой пес войны. Скажите нет. А что вы скажете против вот этого? Вот смотрите, что. Вот корабль убит, да? А вот следующий какой-то там, трехлининник там, двухлининник, да бог с ним. Чем жернее, тем лучше больше опыта. Он вынужден вот это обходить. И мы конечно это используем. Конечно мы это используем. И вот он все вот пытается там бортовой не зафигачить. А что у него там? Вот эту подзорную трубу нифига не видно. Сейчас я скорость поменьше сделаю, посмотрим. Видите, что? Вот чем он заряжен? А бог он зачем заряжен? Ебаж там капитана отбирал. Да бог с ним с этим капитаном. Потому что в этой игре он уже не отбирал. Он будет выживший скорее всего. Ну, сейчас мы его отмортирим. Посмотрим, что от него останется. Видите как? То есть, чем жирнее корабль, тем быстрее мы получаем опыт, и тем легче его убить. Вот этой методикой игры. Почему? А пробах у мортира меньше дает. Вот вы попробуйте шлюпкой мортира убить и будете там фигачить. Не пойми куда. Вот так вот. Вот такая игра. Вот первый там ранг, второй там ранг, какой там ранг. Ну ранг. Только им еще играть надо уметь. Тем более, многие пересаживаются от быстрых кораблей на такие вот. Знаете, это не такая простая игра, а играть кораблем первого ранга. И многие пересаживаются и получают разочарование. Вот он там, у них нет. Ими играть можно. Надо уметь играть. Все. Смотрите, три тысячи опыта. Вот, как говорится, засекайте время. Так, что там? Где тут там на юге карту подал? Сейчас прыгнем, посмотри сколько стоит. Вы понимаете как? Вот и получается. Вот он там, первый ранг. Там, кому-то нравится, кому-то нет. Надо уметь играть этим кораблем. Я еще раз говорю. Корабль какой хороший. Тот, на котором вы находитесь на этой монете. Что тут у нас? Опять ни фига нет. Ну я уже без объяснения просто щелкаю. Вот это все открываю. Нам нужен магазин какой-никакой, чтобы там не прыгать никуда. И верфь. Что еще? Больше ничего не думаю. Так, что тут? Навыки. Смотрим. Целых два навыка. Сколько времени реального прошло. Вот вам и навыки как из рога изобилия. Я ничего не преувеличивал, когда в начале игры вот это все говорил. Видите, сами видите, что происходит. Что открывать? Да, в принципе, все равно что. Давайте вот мы откроем вот эту вот, всю эту линейку абордажную. Ну, мало ли там где-то потребуется. Так, какой? Восьмидатский ранг, да? Замечательный. Так, смотришь, что с кораблем. Видите, краска даже не попортилась. Видите, вот бой. Вот вам реальный бой, вот видео по этому бою. Собирайте из кадра, пожалуйста, ваши выборы. Я вот играю таким образом. Так. Сейчас посмотрим, что там нам надо было. Пам карту купить. Посмотрим. Текущие задачи. Панамского побережья. Так, заходим в магазин. Видите, карта уже 5000. А потом по 20 будет. Вот, купили мы побережье Панамы. Вот для чего вся эта торговля была нужна. И вот нам пишут, что у нас где-то там какой-то родной город. Мы узнаем, что у нас есть какой-то родной город. Ну, ладно. Родной город. И вот он там. Нас будет ждать там. Какие-то там силы соберет. Давайте посмотрим, что там. Это для следующего видео. Сейчас насчет следующего видео. Вот. Что там будет? Чего там будет? Непонятно что. Ну, скорее всего, уже ранги пойдут. Значит, что такое следующее видео? И как я вот дальше немножечко планирую эту игру снимать? Посмотрите. Мы за вот... Ну, для меня это где-то часа полтора-два реального времени захватили кучу этих баз. Я не буду показывать на карте там сами. Во-первых, эти базы нужно отстроить. Каждая база для того, чтобы ее сделать базой шестого уровня. То, что это такое? Вот эти шесть точек нафигачить. Когда они будут деньги давать. То есть, может не торговать. Это порядка пятадцать тысяч. Вот в данном случае у меня где-то на две базы. Их гораздо больше. Это первое. Второе. Значит, то, что я буду делать, не снимая никаких роликов. Но, если появятся в результате вот этой торговли навыки, я их открывать буду только в роликах. Чтобы вы видели вообще, как это что. И как это комментировать. Это первое. Второе. Смотрим. Репутация. Значит, магнат. Что дает магнат? Во-первых, у нас ни одна держава, она не трогает пока. А там бог знает что. Дальше что? Дальше вот такая интересная репутация. Контрабандисты. Видите? Мне интересно, что попробовать. Вот этого я еще не пробовал. Ни при первом прохождении, ни сейчас. Вот до двухсот процентов догнать вот эту палочку. И посмотреть, что будет. Какая будет торговля, что с этими контриками. Потому что пока этого я не видел, не читал. Кто-то знает. Поделитесь. Вот хватит у меня терпения. В перерыве жду. Пока будет мотироваться видео, заливаться на YouTube. Этим заниматься. Да. Ну, значит, не хватит. Значит, в каком-то моменте я буду продолжать снимать видео. Понимаете, каким образом. Вот. Так что планы у меня вот такие. Торговля. Отстроить базы. И поднять репутацию у контрабандистов. И, естественно, потом будет следующий ролик. Про боевые действия. И так. Всем всего доброго. Конец записи. До следующих встреч. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.